Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем краткий курс внедрения в косметологию, введения в курс профессиональной косметологии. Мы будем учиться с вами правильно использовать косметические средства, вникать в суть явления, изучать активные ингредиенты и учиться правильно, последовательно носить препараты. Первый урок, который мы сегодня с вами пройдем от начала до конца, это корейская система, уходы за кожей, ICU, новая линия, которая вышла в каталоге и множество вопросов, которые вы задаете, как этим пользоваться. Сегодня помогать будет мне профессиональный косметолог Светлана Михайловна Михайлова, человек, который является профессиональным сертифицированным тренером многих профессиональных марок, марок, известных в профессиональной косметологии. Светлана Михайловна владеет множество методик, и она покажет вам сегодня своими волшебными руками, как правильно пользоваться нашей косметикой. Мы проведем с вами полную процедуру, корейскую систему ухода за кожей, мы покажем вам последовательность использования всех препаратов. Светлана Михайловна, помимо всего прочего, это участник всероссийского конкурса косметологов. Светлана Михайловна умеет много и научит пользоваться косметикой вас. Итак, начинаем. Итак, корейская система ухода за кожей. Первый этап – поверхностное очищение. Начинаем мы процесс очищения кожи, поверхностное очищение, с гидрофильного масла. Это не просто масло, это особое масло, масло, которое содержит дополнительные ингредиенты. В составе масла есть мягкие моющие агенты, в составе масла есть особые вещества-эмульгаторы, которые при соприкосновении с водой превращают масло в эмульсию. Но самое главное, в составе масла есть уникальный корейский ингредиент. Это вещество, которое получено из корейской водоросли, называется оно фукоидан. Водоросль абсолютно уникальна. Корейцы ее активно употребляют в пищу. Она нигде не растет, кроме как вокруг одного единственного корейского острова. И более всего прочего, ее поставляют к императорскому двору, потому что обладает эта водоросль потрясающими омолаживающими свойствами. И лаборатория Биоспектрум, которая делает для нас этот ингредиент, из которой мы создавали ряд наших препаратов, фукоидан исследовала дополнительно. Оказалось, что фукоидан обладает способностью не просто омолаживать, а механизм действия этой водоросли – это активация, стимуляция появления стволовых клеток в коже. А стволовая клетка – это источник для получения уже здоровых, зрелых клеток. Мы с вами имеем банк стволовых клеток дополнительный, который будет дополнительным ресурсом для омоложения кожи. И поэтому гидрофильное масло – это не просто средство для очищения кожи. Это полноценный уход, это способ продлить молодость кожи. Как оно работает? Как его использовать? Сейчас мы вам это покажем и расскажем достаточно подробно. Этап 1. Поверхностное очищение кожи. Демакияж с помощью гидрофильного масла ICO. Некоторое количество масла, буквально 2-3 нажатия помпы в ладошку. Затем тонким слоем наносим его на поверхность кожи. Разносим аккуратно по всей поверхности лица. Можем захватить зону декольте, не забывайте, что эта зона тоже нуждается в дополнительном очищении. Массируем. Массируем 3-4 минуты. Ждем, когда масло впитается буквально в поры вашей кожи, растворит все поверхностные загрязнения и уберет клетки, отмерзшие с поверхности кожи. Масло уникальным образом способствует действительно глубокому очищению. Оно способно проникнуть в каждую пору вашей клетки. Массируем. Массируем достаточно интенсивно. Помните главное, масло нельзя оставлять на коже и тем более ложиться спать с маской из масла на лице. Это очищающее масло, а не масло, питающее кожу. Это процедура очищения. После того, как вы промассировали кожу, следите за руками Светланы Михайловны. После того, как вы промассировали кожу, достаточно интенсивно смачиваете пальчики водой и далее продолжаете массаж. И смотрите, что будет происходить. На ваших глазах масло будет превращаться в легкую белую эмульсию. Пройдет тот самый процесс эмульгирования. Теперь все, что растворилось в масле, превращается в эмульсию, и вы легко ее можете снять с поверхности кожи. Массаж продолжается буквально несколько минут. Это важно для того, чтобы действительно глубоко и интенсивно очистить кожу. Теперь масло нужно обязательно смыть. Еще раз повторяю, смыть его нужно обязательно, ни в коем случае не оставлять его на поверхности кожи. Есть ощущение, что масло это питает. Нет, еще раз повторяю, масло – это средство для очищения кожи. Мы очищаем с помощью салфетки так значительно удобнее, но вы можете воспользоваться привычными для вас спонжами. Помните, что спонж – это средство личной индивидуальной гигиены. Он лично ваш, и никто другой не должен им пользоваться. Это индивидуальная история. Если вы полагаете, что вы очистили кожу, ну, наверное, да, но с точки зрения корейской системы – нет. Мы продолжаем процесс очищения. Это был только первый этап. А теперь второй. Берем пенку ICU, которая также богата активными ингредиентами. В составе пенки тот же фукоидан. Несколько нажатий помпы. Мягкую пену опять распределяем по поверхности кожи. Процедура массажа должна длиться 1-2 минуты. Тщательнейшим образом, пальцами, круговыми движениями разносим пенку, слегка надавливая подушечками пальцев на кожу лица и декольте. Разносим пенку тонким слоем. Как только пенка немножечко начнет залипать, это означает, что процесс очищения уже завершился. Теперь нужно будет ее смыть. Итак, вы видите круговые движения. Тщательнейшим образом промываем все складки кожи. Особое внимание уделяем тем участкам, где есть скопление черных точек комедонов. Это нос, крылья носа, подбородок, лоб, так называемая Т-зона. Промываем все тщательно-тщательно. Ну а дальше опять смываем. Если вы привыкли опять пользоваться спонжами, можете воспользоваться спонжем. Но мы профессиональные косметологи, поэтому пользуемся специальными салфетками. Смачиваем салфетку, выжимаем, наносим ее на кожу и тщательнейшим образом смываем остатки пены. Смываем все без остатка. Кожа должна буквально скрипеть от чистоты. Мы завершили всего два этапа очищения кожи. Но если бы вы были корейской женщиной, то вы бы это проделывали как минимум 2-3 раза в день. Любая корейская женщина очищает кожу как минимум утром. Затем после обеда она тщательно смывает макияж и заново его наносит. А потом ту же процедуру повторяет вечером. Процедура снятия макияжа идет по полной программе, по вечернему курсу особо глубоко и интенсивно. Итак, пенку мы использовали, но мы тоже еще не закончили. К сожалению, пока еще не вышла еще одна система, еще один продукт. По идее сейчас мы с вами должны были бы сделать процедуру глубокого очищения. Буквально в следующих каталогах ждите. Скоро появится прекрасный продукт для глубокого очищения кожи. Скраб-скатка. Это крем-скатка, который наносится на кожу. Мы ждем опять некое количество времени, 2-3 минуты и тщательно круговыми движениями будем скатывать ее с поверхности кожи вместе с отмершими клетками и остатками загрязнений, которые еще с точки зрения корейцев остались на коже. С моей точки зрения кожа достаточно чистая, но тем не менее. Скатка будет в ближайших каталогах. А сейчас следующий этап. Это уже четвертый, по идее. Мы берем тоник. Тоник, который содержит достаточное количество активных ингредиентов для того, чтобы, во-первых, тонизировать кожу, во-вторых, насытить ее витаминами. Полный комплекс витаминов группы В, В3, В5, Депантенол, который будет успокаивать кожу. Орошаем поверхность кожи тоником и впитываем его остатки кончиками пальцев, подушечками пальцев, вбиваем в кожу. Фактически, это последний этап, последний этап, который завершает процедуру очищения кожи. Итак, я повторяю. Первый этап – это гидрофильное масло. Тщательно-тщательно снимаем поверхностные загрязнения и макияж. Следующий этап – пенка. Это обязательно. Мы должны снять остатки гидрофильного масла, которое мы уже предварительно смыли водой, остатки загрязнений. И это еще не все. Следующий этап, еще повторяю, в ближайшее время появится крем-скатка для глубокого очищения кожи. Используем крем-скатку 2-3 раза в неделю в зависимости от типа кожи. Если кожа сухая, достаточно одного-двух. Если кожа жирная, склонная к жирности, то достаточно двух-трех раз. Следом завершаем процедуру очищения тоником. Тоник распыляем по поверхности кожи и вклепываем, буквально вбиваем подушечками пальцев тоник в кожу, потому что комплекс витаминов, который содержится в нем, активные добавки будут способствовать восстановлению тонуса кожи, ее увлажнению и сохранению упругости. Это мы с вами пока завершили только очищение, ну а теперь дальше. Второй этап ухода за кожей система ICU. Мы тщательнейшим образом очистили кожу. Теперь с точки зрения корейской системы мы должны тщательно и максимально насытить ее активными веществами. Бустеры, концентраты, эликсиры – это то, что следует обычно за системой очищения. У нас с вами в руках уникальная сыворотка, выпущенная в корейской лаборатории недалеко от Сеула. Витаминная сыворотка, которая как раз и поможет вам напитать кожу максимально активными веществами. В ее составе витамины группы В, экстракт шиитаки, мощный бустер для омоложения кожи и набор масел, который поможет действительно восстановить кожу, ее гидролипидную мантию, насытить ее питательными веществами. Маску наносят каплями и тут же распределяют по поверхности кожи. Одна капля на лоб и далее идут, спускаясь ниже, на щеки, на нос, на подбородок. Но если вам не жалко, добавьте пару капель еще на зону декольте и шею. Это тоже будет мощный омолаживающий стимул для кожи, который будет выглядеть сияющей, упругой и молодой после использования этой сыворотки. Итак, следующий этап. После сывороток, бустеров, эликсиров, концентратов требуется определенная система закрытия кожи. У корейцев в корейской системе обязательно ночная маска. Ночная маска, которая в течение ночи может активнейшим образом напитывать кожу питательными веществами. В этой маске спят. Корейская система, наверное, первая изобрела специальные кремы-маски, которые используются в течение ночи. В нашем ассортименте, в нашей системе маска под названием «Перезагрузка». В составе маски гибискус, центелла азиатская и кожица мандаринов, особых корейских мандаринов, которые обладают способностью еще и осветлять кожу, выравнивать ее тон. Маску очень тонким слоем наносят на поверхность кожи сразу после того, как впиталась сыворотка. Единственное, помните, несмотря на то, что это ваш личный индивидуальный крем, старайтесь не зачерпывать его пальцами. Для этих целей есть специальные ложечки, шпатели и так далее, как это делает Светлана Михайловна. Маску мы наносим кисточкой, но в сущности вы можете нанести ее и пальцами, распределив по поверхность кожи. Но мы же с вами делаем профессиональную процедуру, поэтому используем кисточку. Аккуратно по всей поверхности лица, заходя на зону шеи и декольте, маску распределяют тонким слоем. Далее мы пальцевым душем, вклепывающими движениями с помощью подушечек пальцев впитаем эту маску практически до конца. Если вдруг вы нанесли слишком много и маска будет ощущаться у вас поверхности кожи толстым слоем, в конце минут через 15-20 просто промокните кожу обычной косметической салфеткой и все, вы можете отправляться спать. Это был вечерний ритуал корейской системы ухода за кожей. Мы завершили уход маской, перезагрузка, ну а теперь вы можете иногда вместо маски использовать еще и активный крем. Он уникален. Уникальность его заключается в том, что в составе есть два совершенно уникальных ингредиента. Прежде всего, это экстракт ласточкиных гнезд, точнее гнеза салаганов, особого птички, которая гнездится на отвесных скалах. И это тоже деликатес для корейцев. Их собирают соответственных скал и используют в пищу. Но оказалось, что пептид, белок, который уходит в состав этих самых ласточкиных гнезд, обладает уникальной способностью стимулировать процесс омоложения кожи. Он укрепляет кожу, способствует синтезу коллагена и так далее. То есть, это тоже мощный омолаживающий агент, энергетический бустер. Поэтому ласточкиные гнезды здесь не случайны. Можете использовать его регулярно в течение двух недель, периодически заменяя на маску. Можете использовать маску ежедневную, как вам удобно, как ваша кожа себя чувствует, как кожа будет себя ощущать. Прислушайтесь к состоянию кожи и выберите удобный для себя подходящий вашей коже крем. Здесь уже жестких правил нет. Ну а утром? Утром повторяем все сначала. Проснувшись, вы должны немедленно отправиться в ванную, чтобы очистить кожу. В течение ночи кожа работала. Она впитывала активные ингредиенты маски и крема, выделяла продукты обмена. Поэтому ее тоже нужно очистить. Поэтому начинаем все сначала. Гидрофильное масло, нежная пенка, витаминный тоник. Завершаем опять все активной интенсивной сывороткой. Ну а дальше наносим крем. Здесь выбор за вами. Опять все зависит от состояния кожи. Если кожа обезвожена, более нормальная или склонная к жирности, выбираем гель, активный гель для ухода за кожей дневной. Он будет прекрасно освежать кожу в течение дня, насыщать ее влагой. Кроме всего прочего, он служит отличной базой для макияжа. Ну а в качестве макияжа здесь выбор опять за вами. Но мы рекомендуем, чтобы завершить действительно корейский ритуал, использовать наш с вами новый CC-крем. Корейская система предполагает использование CC-крема в качестве дневного аксессуара и ухода за кожей. Не любят корейцы плотных тональных кремов. CC-крем – это средство, которое будет подстраиваться под тон вашей кожи в течение дня заставлять кожу сиять. А самое главное – это очень важно в корейской системе – защищать ее от ультрафиолета. Но опять корейская женщина не завершает этот процесс ухода за кожей. Днем, где-то примерно после обеда, весь ритуал повторится снова. Но тем не менее, еще раз хочу вам напомнить, корейская кожа, кожа корейских женщин выглядит совершенно прекрасно. Она сияет фарфоровой нежностью, гладкостью и чистотой. Если вы хотя бы наберетесь терпения на пару недель и будете использовать наши корейские ритуалы в течение хотя бы двух недель, у нас есть шанс приблизиться к той самой идеальной фарфоровой гладкости, идеальному тонну кожи и продлить ее молодость. Пользуйтесь системой ICO время от времени хотя бы 2-3 раза в год. Это тоже гарантия сохранения молодости и чистоты вашей кожи. Мы с вами не ответили на главный вопрос, для какой кожи, для какой возрастной категории предназначена серия ICO. Вы видели ролик веселый с молодыми танцующими барышнями и создалось ощущение, что чок-чок по-корейски это исключительно для молодой кожи. Нет, я вас разочарую. Косметика предназначена для более зрелой возрастной категории 30+. И начинаем использовать косметику 30+. Хотя если вам 20, вы тоже можете начать применять отдельные средства. Активные ингредиенты, которые входят в состав этой косметики, которые я расскажу вам чуточку далее, это средства для омоложения кожи и предотвращения ее старения. Поэтому помним, косметика 30+. В составе косметических средств совершенно уникальные корейские ингредиенты. Прежде всего, это ласточкины гнезда, насыщенные пептидами, которые способствуют активизации обменных процессов в коже, восстановлению структурных ее белков. Про коллаген слышали все, и вот, собственно, эти самые ласточкины гнезда активизируют синтез коллагена в коже. Кроме всего прочего, для корейцев это еще уникальный белковый продукт для употребления в пищу, они его с удовольствием едят. Деликатес, надо сказать, стоящий огромные деньги в ресторанах Сеула. Кроме всего прочего, в составе препаратов особая корейская водоросль, которая содержит активный ингредиент фукоидан. Водоросль уникальна тем, что растет она исключительно на глубине 100 метров, более 100, и вокруг одного единственного корейского острова. Уникальность ее заключается в том, что для корейцев это еще ритуальный продукт. Его употребляют в пищу, его добывают на глубине исключительно молодые девушки, так, во всяком случае, было раньше. Сейчас, естественно, его получают промышленным способом. Его доставляют к императорскому двору, потому что есть полная уверенность у корейцев, что она омолаживает и продлевает жизнь и защищает от злых болезней. Кроме всего прочего, в составе есть еще шелковица, которая способствует осветлению кожи и выравниванию тона. Экстракт грибов шиитаки обладает омолаживающим действием. Кроме всего прочего, содержит активные молекулы, которые обладают стимуляцией и активизацией ростовых факторов кожи. Кроме всего прочего, у шиитаки есть еще полный комплекс аминокислот, которые тоже стимулируют обменные процессы в коже. Гибискус, который осветляет кожу и насыщает ее витаминами. Особый экстракт особого корейского мандарина, который обесцвечивает пигментные пятна и выравнивает тон кожи. А для корейцев очень важно. Кожа должна быть идеально белой, без каких-либо пятен и тем более каких-либо воспалительных элементов. Помимо всего прочего, в составе, естественно, полный комплекс витаминов. Витамины группы В, которые способствуют активизации ферментных систем кожи и тоже активным образом встраиваются в обменные процессы. Это всего лишь небольшая часть активных ингредиентов, которые мы включили в наши формулы для того, чтобы максимально приблизить корейскую систему ухода за кожей к нашей с вами европейской кожи. Ну а теперь, коллеги, друзья, у вас появилась еще одна система для сохранения красоты и молодости в вашей коже. Теперь корейский ритуал. Используйте регулярно и не забывайте про то, что это еще одна возможность сохранить молодость и красоту.